Сегодня я хочу рассказать про особенности дизайна для Smart TV. И в целом, наверное, цель рассказать, что это не сложно, есть свои особенности, но в целом практически все дизайнеры уже знакомы с нами технологиями Smart TV. Немножко расскажу о себе. Начала заниматься я продуктовым дизайном в 2012 году, в основном работала с веб-дизайном. В 2016 году я присоединилась к команде ОКО и начала работать за Smart TV. Конечно, еще вместе с этим работала и с мобильными приложениями. В 2020 году я возглавила направление продуктового дизайна ОКО и, собственно, отвечаю за него, управляю командой и строить дизайн-систему ОКО. О чем сегодня поговорим? Во-первых, что такое Smart TV, какие устройства можно считать Smart TV. Погрузимся очень быстро в опыт пользователя Smart TV, как это влияет на дизайн-гайдлайны, какие есть технические ограничения, которые стоит учитывать при проектировании интерфейса для Smart TV и как Smart TV вписывается в дизайн-систему. Начнем с того, что же это за устройство Smart TV. Все знакомы в целом с телевизорами, а я думаю, что у многих они есть дома. Но кроме телевизоров, которые несколько вендоров представляют. Вендоры — это платформы, которые продают телевизоры. Это обычно Samsung, самые популярные LG, Philips. И, в общем, их очень много. Кроме этого, есть еще приставки. Их тоже сейчас уже достаточно много на рынке. Наверное, самое, которое на слуху — это Apple TV, но она не самая популярная среди людей. Более популярные — это Xiaomi приставки. Может быть, вы тоже сталкивались с такими флешками, которые в HDMI вход вставляются и могут сделать любой телевизор умным. И замыкают этот список игровые консоли, PlayStation и Xbox. Но если разобраться, все это бесчисленное множество работы всего на низких технологиях. Очень большую долю занимает Web. Это, например, Samsung с его системой Tizen, это LG с его системой Web.OS и далее. Кроме этого, есть Android TV. Это всем знакомый Android, просто адаптированный под ТВ-платформу. Эта платформа сейчас активно развивается, и многие производители делают свои устройства именно на этой оси. И закрывает список TWS. Это система Apple.an для их телевизора. для их приставки Apple TV. Насколько я знаю, в России она очень популярна. Но если у вас приложение видеостриминговое, то лучше эту платформу поддержать, так как Apple, скажем так, будет более лояльной к вам. Теперь давайте попробуем очень кратко и быстро погрузиться в опыт пользователя, который смотрит телевизор. Телевизор. Обычно это вечернее время, приглашенное освещение. Телевизоры обычно у людей стоят на некотором отдалении от дивана или кровати, если это в спальне. И важная особенность телевизора, про которую мы чуть позже поговорим, это управление с пультом. Здесь я пересисывала только что рассказала. И на основе этого опыта пробуем поговорить про то, какие это порождает дизайн-гайдлайны. Начнем с темной обстановки, с приглашенного освещения. И представьте, если в лицо человеку будет бить светлый интерфейс. Обычно хочется закрыть глаза руками, потому что это даже физически немного больно. Поэтому лучше интерфейсы для Smart TV делать темными. Собственно, как и поступают большинство сервисов. Я пыталась найти какие-то сервисы, кроме видеостримингов и музыки на Smart TV, но это достаточно сложно, потому что, как раз таки, как я сказала, встановка довольно расслабляющая, и люди хотят отдохнуть, когда они пользуются Smart TV. Также стоит поговорить. Возможно, вы замечали, какое большое количество размеров есть телевизоров. От самых маленьких 20-дюймовых до огромных телевизоров во всю стену. Но за этими размерами стоят в целом очень небольшое количество разрешений. То есть есть, если начинать с самых маленьких, с самого малого разрешения — это HD. Сейчас практически такие уже телевизоры не производят, поэтому можно остановиться на Full HD и 4K. Здесь, и вот телевизор Full HD, он может быть как 85 дюймов, так и 29. То есть здесь не будет такого адаптива, как на Webby, то есть там сделали окошко побольше, интерфейс растянулся. Здесь все это одно и то же расширение, но разный размер. Поэтому обычно готовится один макет. Мы в окошко готовим макет под Full HD, и, соответственно, он либо скейлится вверх до 4K, либо скейлится вниз до HD. Также есть гайдлайнов. Например, Samsung считает, что телевизоры обычно располагаются на отдалении около 3 метров от дивана или, в общем, от глаз, скажем так, человека. Но даже есть какие-то калькуляторы, которые помогают вам вычислить нужного размера телевизор в зависимости от размера вашей комнаты. Но кто мне запретит поставить в свою маленькую комнатушку телевизор во всю стену? Ну, в принципе, никто. Но есть и обратная сторона. Возможно, вы замечали, есть телевизоры, часто размещают на кухне, где-то там в уголочке, очень далеко от обеденной зоны. Поэтому, и так как мы ограничены одним разрешением, то интерфейс должен одинаково хорошо читаться и на маленьких телевизориках, и на телевизорах во всю стену. Поэтому мы, ВОК, используем минимальный размер шифта, 2,4 пикселя. То есть это, можно обратить внимание, что это сильно больше, чем минимальные размеры на вебе или мобильных устройствах. Также я отметила здесь контрастные цвета, но это скорее в целом про контрастность интерфейса и его величину. Теперь немножко поговорим про пульт, как и телевизоров и устройств. Пультов несметное множество, но их можно разделить на несколько групп. Это простые пульты, обычные, которые вот слева. Есть отдельно пульты с указкой, я про него чуть позже поговорю. И пульты, которые посимпатичнее, это пульты от различных приставок. Можно узнать пульт Apple TV и Xiaomi. Что мы используем из этого множества кнопок в управлении интерфейсом? Обычно рекомендуют использовать всего шесть кнопок. Это вверх, вниз, вправо, влево, кнопка назад и ОК. И вот этих шести кнопок достаточно, чтобы навигироваться по приложению. Не рекомендуем использовать какие-то кнопки спецдействия на пультах. Я замечала, что их используют иногда Netflix или YouTube. Вот эти красненькие, зелененькие, желтенькие. Но они могут отличаться. Их действие на разных пультах может отличаться. А если мы хотим, чтобы у нас была быстрая разработка, без лишней адаптации под специфичные платформы, то лучше это не делать. И от пульта плавно можно перейти к фокусу. Это идентификатор того, где пользователь сейчас находится на экране приложения. То есть, если на вебе, например, это мышка, то на телевизорах это фокус. Вы, кстати, могли сталкиваться с ним, если готовили что-то, accessibility макеты для веба, например, или просто любите управлять вебом с клавиатуры, то там тоже используется состояние фокуса. Так что, возможно, вы уже знакомы. Так как это идентификатор, он должен быть яркий и быстро считываемый на экране. Я тут здесь сделала такой пример гиперболу и наложила сразу все возможные эффекты на фокус, которые можно. Но в целом бывает достаточно одного или двух. Можно использовать выделение цвета, можно использовать рамку, можно приглушать остальные элементы вокруг, можно увеличивать размеры или уменьшать. Обычно увеличивают, но если хочется уменьшить, может тоже сработать. и добавляют какое-то тень или свечение. На темных интерфейсах, конечно, свечение будет выглядеть ярче, заметнее. Вот я попробовала применить те спецэффекты сразу к фокусу. Заметно, что это выглядит достаточно грязно. Поэтому мы и большинство стримингов и других сервисов на Smart TV используют только рамку контрастную. И кроме того, что она достаточно для пользователя, это еще и с точки зрения разработки проще, потому что нет каких-то микроанимаций, микроизменений в интерфейсе, которые загружают телевизор еще больше. Здесь немножко обратный пример. В целом, это может быть похоже на экран такой же страницу фильма на вебе. И так как у пользователей в основном есть опыт работы с веб-страницами, они, бывает, путают фокус с просто акцентной кнопкой. Поэтому здесь мы решили добавить рамку, чтобы человек... консистентно ее считывал и на основном экране, и уже на экране фильма или любом другой странице внутреннего сервиса. Теперь про фокус. Наверное, это все. и можно поговорить еще про навигацию с помощью всего этих четырех-шести кнопок. Пользователь нашел себя на экране с помощью фокуса. Теперь ему нужно перемещаться по этому экрану. И хорошим примером служит та же навигация на видеостримингах и других сервисах. она практически везде одинаковая, на самом деле. Это чаще всего боковое меню, потому что такая навигация позволяет пользователю перемещаться и по экрану, например, по киношкам, вверх-вниз, листать карусельки и при этом быстро вернуться в меню. И если ты в меню просто изучаешь функты и хочешь вернуться обратно на главную, ты можешь одним нажатием направо вернуться в контекст использования. Поэтому, может, вы замечали, что видеостриминги все как один используют практически все. При некоторых я скажу чуть позже, кто не использует. Вот Netflix, у YouTube тоже, если вложена какая-то навигация, тоже использует боковую. Spotify. Теперь можно поговорить про тех, кто использует навигацию сверху. Она похожа на веб, но в отличие от веба к ней нельзя так же быстро вернуться, перейти и не потерять контекст. То есть если на вебе мы скроллим страницу вниз, меню двигается вместе с нами, в любой момент времени мы мышью можем переключить любой пункт меню. Смарт-ТВ так не получится, потому что вы находитесь где-то в середине экрана, вам нужно поменять пункт меню, и можно это сделать только, если вы вернетесь в самый верх страницы. Естественно, вы теряете контекст. Примером того, что стриминги отказываются от верхней навигации, может быть хул, потому что они буквально пару месяцев назад сделали редизайн смарт-ТВ приложения, и теперь у них тоже навигация сбоку. Про пульты с указкой. Я, если честно, считаю, что это изобретение дьявола, потому что для меня это всегда неожиданно, что произойдет, если я эту указку начну использовать, куда я навожу. Это не так интуитивно, как с мышью работает почему-то, и чувствую себя примерно как-то так. А вот краткое видео, как это работает с телевизором, появляются дополнительные контролы для управления. То есть, если обычно этого нет, то с пультами с указкой они появляются в стрелочке. Теперь поговорим про сейф-зоны. И на смарт-ТВ, если, например, на мобильных устройствах сейф-зоны сейф-зонами обычно обозначают то, что пользователям удобно-неудобно дотягиваться рукой до этих контролов, то на смарт-ТВ это то, что телевизор может съесть вашего интерфейса. Самые строгие гайдлайны предлагает Apple, потому что их приставка может быть подключена к абсолютно любому телевизору. И, например, старые модели, они достаточно сильно съедали расстояние сбоку и сверху. Раньше у них были гайдлайны там даже чуть построже, было 90, сейчас они сократили вот последних до 80. на фонсунгах LG, которые все равно это более популярные час-модели, то там гайдлайны не такие строгие, там всего 20-30 пикселей, но желательно ориентироваться все-таки на… я бы предлагала ориентироваться на более строгие. и что это значит для нас? Это когда мы проектируем какие-то карусели, какое-то боковое аниместание. Нужно учитывать, что карточки должны быть расположены так, чтобы было видно даже из-за широкой сливзоны. Так, мы поговорили про особенности, как нужно проектировать интерфейс, и последнее, что хочется сказать, это про расслабленную атмосферу. Нужно не забывать, я понимаю, что для всех сервисов нужен какой-то простой UX, понятный, легкий, но для Smart TV это нужно помножить на два, потому что атмосфера расслабленная, люди хотят отдыхать, а не решать какие-то интерфейсные задачки. Как иногда поступают со сложными сценариями, их выносят на какую-то другую платформу, например, на веб. Так можно поступить с управлением подпиской. Немного про какие-то технические ограничения. Мне просто очень хотелось ставить эту фразу «не такой уж Smart», но на самом деле техническое ограничение в целом, можно сказать, что оно одно. Это то, что Smart TV совсем не умные устройства, у них слабая начинка. Возможно, новые модели, они выходят более мощные, но у людей нет такой привычки обновлять телевизор раз в год, как, например, смартфон. Поэтому приложения должны поддерживаться на моделях 2016-2018 года. И это не сказать, что их мало среди пользователей. Поэтому какие-то на нас наклады ограничения как на дизайнеров, это то, что нужно стараться, нужно не перебарщивать с анимациями, со сложными графическими эффектами, особенно наши разработчики не любят, когда мы используем блер, и мы от него полностью отказались. Именно блер, который сам Smart TV делает, но у нас есть микросервис, который работает с изображениями и может сделать блер за Smart TV. И какие-то простые технологические решения про это может быть не столько, думаю, дизайнеры, сколько разработчики, но, например, не стоит проектировать интерфейс, когда в современных шести окнах проигрывается какой-то контент, это может просто взорвать телевизор. И кроме слабой начинки, здесь работают те же ограничения платформ, на которых Smart TV разработан. Мы вначале говорили, что их на самом деле не так много, как кажется. Это веб, Android и tvOS. Здесь, получается, все технические ограничения, которые свойственны этим платформам. Из таких интересных нюансов, которые я наблюдала в своей практике, это цветопередача. Возможно, вы обращали внимание, что во всех магазинах очень много телевизоров, на них бывает проигрывается одно и то же видео, и оно везде выглядит по-разному. Кроме этого, еще люди применяют разные цветовые темы внутри Smart TV. Например, там есть динамичность, сегматичность, природа и всякое такое. И ваши цвета в интерфейсе могут выглядеть удивительным образом на этих Smart TV. Например, раньше ВОКа был фиолетовый фон, и у кого-то он краснил, у кого-то синевил, у кого-то был не фиолетовый, а розовый. В итоге мы отказались от фиолетового цвета и сделали фон черным, потому что черный, он везде черный. И все эти технические ограничения наложить на какие-то интерфейсные особенности. Примерно так выглядят наши тестовые стенды. Конечно, в основном с ними работают тестировщики и разработчики, но если дизайнерам нужно что-то проверить, как будет работать, то вот прям целый зоопарк. И, можно сказать, подводя итог сегодняшней презентации, я думаю, что все, что рассказала, в целом дает ответ на вопрос, работают ли стандартные практики дизайн-систем в Smart TV. Очень короткий ответ. Да, они работают, но Smart TV – это плюс одно устройство с точки зрения дизайна, потому что свои размеры, но то, что у нас пересекается, конечно же, токен цветов, но свои стили, свои текстовые стили, если что-то еще выносить в токены, что-то в дуке скруглений, свои скругления, свои компоненты, свои состояния. С точки зрения разработки, наверное, это еще немного сложнее, потому что, опять же, это, например, три платформы Web, TWS, Android TV. Но очень подробно про это пишут Иви в своем блоге на Хабре. Я приложу страничку, ссылочку в конце, и также интересно рассказывают, или больше рассказывают, как будто бы техническую часть. Мне понравился доклад Netflix на конференции «Схема» от Figma. Они рассказывают с точки зрения как будто больше дизайна, про то, как они встраивают Smart TV в свою дизайн-систему, и вообще, как она у них устроена. Доклад небольшой, я бы рекомендовала посмотреть. И, подводя итог всей презентации, что все мы в той или иной степени на самом деле уже знакомы с технологиями Smart TV, единственное, что нужно учитывать специфичный опыт использования, но он и на других платформах тоже есть, и также, что Smart TV встраивается легко в дизайн-систему. Спасибо. По QR-коду там ссылочки, просто на статьи. Можем перейти к вопросам. Да, пока вопрос у нас готовится. Во-первых, большое тебе спасибо за доклад. Большое спасибо тебе за интересные примеры. Если у кого-то есть вопросы, можно написать их текстом, задавать голосом. Ну, как раз таки сейчас можно не стесняться это делать. Вопрос сформируется, тогда я начну. Илона, скажи, пожалуйста, в целом тебе нравится работать со Smart TV или все-таки там мобилка или веб, на твой взгляд, лучше, и тебе больше это лежит в душе? Если честно, я, наверное, могу сказать, что из всех платформ я не очень люблю работать с вебом, потому что из всех платформ он самый неограниченный на самом деле. и это делает его, на мой взгляд, самым сложным, потому что в смартах и в мобильных устройствах есть какие-то ограничения, которые, на мой взгляд, даже немного помогают упрощать интерфейс. Окей. Следующий вопрос. Какой твой любимый телевизор? Понятно, там Samsung, LG, Xiaomi. Какая модель тебе больше всего нравится? С какой любишь работать, условно? Где прям все идеально, как макет? Мне нравится, на самом деле, Android TV, потому что у него есть какие-то нативные фишечки, которые добавляют разработчики из коробки. И, ну, я не знаю, так как я люблю все Apple, новое, то и Apple TV я люблю как пользователь. И с точки зрения дизайна у них достаточно понятные гайдлайны. Но что я не люблю из Apple TV, это их пультик, особенно старый, он такой тоненький, максимально неэргономичный, что такое неаккуратное движение рукой, и пультик улетает в эту стену. Вот. С точки зрения неудобно. Неаккуратно движение рукой, и пультик превращается. Окей. Тут вопрос в чате появился. Меняется ли как-то путь пользователя, если подключается, например, голосовый помощник, я понимаю, голосовое управление к телевизору? Сейчас в основном используется голосовое управление только в поиске. Оно прям там вынесено, обычно на клавиатуре, есть кнопка микрофона. Но так как все-таки вот говоря про устройство, про то, что считает Smart TV, я насколько знаю, что к Алисе можно тоже подключить Smart TV, она хорошо работает с голосом, то да, но это пока только поиск. То есть там включи мне что-то конкретное, вряд ли она какой-то более широкий запрос пользовательский закроет. Здесь еще пощутили то, что самый лучший левизор это проектор. И вот вытекающий вопрос, кстати, если говорить про проектор, есть ли какие-то особенности, например? Когда-нибудь пробовали? Кстати, проекторы тоже есть со встроенным Android TV. Кстати, да, хороший вопрос, спасибо. Не написала. Да, есть проекторы с Android TV, но в целом проектор, это же, если он не умный, да, со встроенным Android TV, то это просто тот же телевизор, который выводит картинку. А к нему вы подключаете приставку через HDMI, например. Прикольно. Есть ли какие-нибудь кейсы в твоей практике, когда, например, делали управление, может быть, ты про это сказал, но я пропустил, когда, например, у тебя есть мобильное приложение, и ты управляешь с помощью мобильного приложения Smart TV. Какие-нибудь такие фишки пробовали делать, или знаешь про них? Да, такое делать, такое делать можно, но достаточно сложно, если говорить про вот веб-технологии. Я, опять же, не разработчик, поэтому могу немножко где-то соврать, но, например, Apple, Apple TV, у них есть приложение пульта, оно встроено прямо в систему, его можно добавить в панель с быстрым запуском приложений и управлять с телефоном приложения пультика. говорят о будущем, как о телефониках в втором экране, то есть, может быть, там можно будет, вы смотрите фильм, и у вас какие-то дополнительные, дополнительные факты в телефоне, или, если говорить про спортивное смотрение, туда может быть статистика. Супер. Так, следующий вопросик прилетели. Есть ли какая-нибудь персонализация смарт-ТВ? Можно ли что-нибудь для пользователей подстраивать? С точки зрения самой системы смартов, именно на смартах я не видела, но у Apple есть профили, то есть, смарт-ТВ вы можете настраивать домашний экран под члены семьи. Если говорить о персонализации на три приложения, туда, конечно, работают рекомендационные системы. В OCO есть тоже мультипрофили, вы можете для каждого члена семьи создать отдельный профиль, у него будут свои рекомендации, и еще можно создать детский профиль, там будут, соответственно, детские рекомендации, будет полностью убран контент взрослый, не подходящий для детей. Так что, да, можно персонализировать. Так, там еще есть вопросики, но вот ты сказала про детский профиль, интересно, а вот как меняется подход с точки зрения именно смарт-ТВ, если мы говорим про, ну, условно, интерфейс для взрослых, интерфейс для детей, вот там идет упрощение, например, или наоборот, что-то. Можешь дать какие-то рекомендации, например, как переделать быстренько смарт-ТВ для детей? Что-нибудь такое? Меньше текста, они его, ну, особенно младшие возраста можно еще немножко поделить детей на меньшие группы, то есть если там со взрослыми пользователями их разделить достаточно сложно, то вот детей гораздо проще поделить по возрасту, например, подростков, подростков детьми считать уже не очень справедливо, вот, если говорить там совсем о младших возрастах, то убрать, конечно же, количество текста именно про интерфейс не говорим, и максимально короткий путь до старта просмотра, то есть если в взрослом интерфейсе у нас есть промжиточный шаг, как экран фильма или сериала, то для детей этот экран практически не нужен, и еще возможно для детей правильнее проектировать опыт условно прям уже в просмотре, больше внимания уделять интерфейсу плеера, нежели какой-то витрине. Если еще короче отвечать, то для детей нужно достаточно сильно все переделывать, у них другие паттерны поведения, особенно еще из-за того, что пользуется ребенок, а руководит этим просмотром взрослый, поэтому тут больше сложностей, больше специфики. Звучит прям как отдельный доклад, как делать интерфейс для детей, поэтому мы больше не будем учить эту тему, но есть другие вопросы, например, по поводу, вот ты говорила, что в основном желательно делать темных тонах, потому что люди хотят расслабиться и светлая тема бьет, но если по какой-то причине человек захотел все-таки сделать светло, вот есть ли возможность переключать, например, быстро с темной темы на светлую, вот такой вопрос, или вообще такого сценария не предусматривается? У нас конкретно наше приложение не предусматривается, я сейчас не помню, поддерживает ли Apple TV темную светлую тему, они просто любят эту свою кроссплатформенность, поэтому если у них на мобилах есть светлая тема, то скорее всего они ее и в свою приставку затащат, вот, например, у меня Android приставка, и там нет системной светлой темы. Окей, окей, тут вопросы про дополнительную реальность Apple, и шутки про то, что после презентации возрастал спос, поэтому мы это пропустим. По поводу доклада Netflix, ты говорила, что есть интересные ссылочки, можно ли будет посмотреть это по этому коду, тут спрашивают, или на QR-коде нет доклада Netflix? Это ссылка на Notion, я туда все добавлю, мне кажется, там статья Netflix, доклад Netflix как раз есть ссылка на YouTube. Супер, тогда, ну, если что, я до тебя дойду и допрошу. Да-да-да, я вам добавлю. Не волнуйтесь, если вдруг какие-то ссылочки мы там, которые называли, забудем, добавить, вы не напомните, а я уже спикеру передам. Окей, у нас вопросы пока в чате закончились, может быть, кто-то хочет спросить голосом, либо задать вопросы. Тогда вопрос от меня. Илона, вот у нас курс, на котором ты сейчас присутствуешь в качестве спикера, он такой, он как бы не совсем для начинающих, он такой уже для продвинутых. Вот понятное дело, там, когда, условно, спрашивают совет для начинающих, ну, там, подтягивайте базу, ничего не бойся, вот это. А что ты можешь пожелать дизайнерам, как улучшить их карьеру, которые уже что-то имеют за плечами, какой-то опыт? Куда им сейчас двигаться? Потому что вокруг много шума, нейронной сети, куча всего, вот там, VR, Apple и прочее. Чисто твое мнение, куда сейчас двигаться, не привязываясь с Smart TV и прочим? Угу. Неожиданный вопрос. Да. Я не знаю, я бы рекомендовала не двигаться за хайповыми темами, если вы не понимаете, ну, как их к себе применить. Если они вам неинтересны, то вы просто не заставите себя этим заниматься. вот, с точки зрения АИ, может быть, так, я сбилась с вопроса, я сначала думала, как можно применять АИ в дизайн-системах. Вот, собственно, вокруг много шума и дополнение реальности искусственного интеллекта. А вот что делать дизайнерам, которые уже имеют опыт в цифровых продуктах, куда им дальше двигаться? Я думаю, что дизайнеры, которые имеют опыт в цифровых продуктах, могут его масштабировать на любые другие сферы, потому что подход не меняется. Везде есть проблема пользователя, вот, просто выбирайте ту тему, которая вам кажется, которая вам интересна, во-первых. Вот, если вам интересен искусственный интеллект, двигайтесь туда, интересен VR, двигайтесь туда. Ну, конечно, на мой скромный взгляд, VR, как будто бы вход немного сложнее с точки зрения именно работы руками, но если вы уже лидер, и можете воплощать свои идеи с помощью других людей, то можете выбирать, мне кажется, любую сферу, которая вам интересна, и будете успешны. Окей, засчитано. Еще раз большое спасибо, что ты к нам пришла сегодня в гости. Я думаю, если кто у компьютеров, кто у телефонов, поставьте, пожалуйста, какую-нибудь реакцию, либо там поставьте, хотя плюсик, если вы довольны. там очень круто, пишут в чат, супер, сердечки, отлично. Да, спасибо всем большое, мне было очень приятно. Спасибо тебе, и всем спасибо, что пришли. Субтитры создавал DimaTorzok